Аркам ТВ представляет Наущение дьявола Вы должны понять природу войны, в которую мы вовлечены. Каждый из нас находится на этой войне. В наше сознание постоянно пребывает новая васфаса. Постоянные наущения. Кого? Шайтан не останавливается. Спереди, сбоку, справа, слева. Как он сказал, я буду продолжать подходить к ним. Шайтан никогда не собирается останавливаться. Я буду продолжать приходить к ним. Шайтан никогда не собирается останавливаться. Это касается каждого из вас. Он не остановится, пока вы не умрете. Единственное, что может удержать тебя от того, чтобы попасться на уловки дьявола, это если кто-то рядом с вами скажет вам что? Слова Аллаха. И тогда вы просто отойдете назад, поборов наущение. Или, если вы достаточно смелы, чтобы сказать слова Аллаха самому себе. Потому что иногда вы говорите слова Аллаха, и вам приходят такие мысли. Может, не думать об этом прямо сейчас. Я просто, ну сегодня четверг, могу ли я подумать об этом в пятницу? Суть в том, что есть две разновидности слов, которые сражаются за место вот здесь. Первый вид слов и так туда попадает. Неважно, хочешь ты этого или нет. Что это за слова? Слова шайтана. Наущения шайтана постоянны. Они происходят и случаются постоянно. Но слова Аллаха появляются не автоматически. Ты должен приложить усилия, чтобы напомнить себе о словах Аллаха. Ты должен приложить усилия, чтобы кто-то напомнил тебе о них, а ты напомнил им. Они завещают друг другу истину. Они говорят друг другу истину. Они советуют друг другу истину. И, кстати, вы можете провести такую аналогию. Слова шайтана – это тьма. А слова Аллаха – это что? Свет. И когда вы не принимаете свет, тьма только усиливается. Вы не зло, вы ничего плохого не делаете. Но сам факт, что вы не впускаете к себе свет, приводит к тому, что темнота сама по себе лишь усиливается, без каких-либо усилий с вашей стороны. Это происходит в любом случае. Нет такого, что вы неплохой человек. Вы не являетесь плохим человеком. Вы только можете становиться хуже или лучше. Но по умолчанию человек в убытке. Люди постоянно испытывают наущения от дьявола. И слова Аллаха – это единственный антидот, который очищает их. Итак, шайтан смог обмануть их, увести от слов Аллаха. Что для нас слова Аллаха? Коран. По идее, Коран – это беседа Аллаха с нашими сердцами. Этим Коран должен быть для нас. Потому что дьявол уже здесь. Он наущает в груди, постоянно подбрасывая нам какие-то чувства, постоянно закидывая мыслями. При этом убеждая тебя. Я забочусь о тебе, мужик. У тебя возникают эти чувства, потому что это для твоей же пользы. Это ложь, которую он говорит нам с вами. Это ложь, которую он говорит. И затем приходит Коран и вычищает все это. Слова Аллаха вычищают все это. И ты уже можешь уйти от дерева. Чем бы это дерево ни было для тебя или меня, мы сможем сделать шаг назад. Кстати, когда вы делаете шаг назад от этого дерева, иногда может быть так. Например, Адам отходит от дерева, и Хавва говорит. Ой, ты думаешь, что ты лучше меня? Поэтому ты отходишь? Неужели? Нет уж, давайте вместе идти за Адамом до конца. Или если Хавва сделает шаг назад, Адам такой, серьезно? Сейчас ты хочешь отойти? А кто нас сюда привел? Чья это была идея? Другими словами, когда вы пытаетесь сделать шаг назад в правильном направлении, расстроится не только дьявол. Также расстроятся люди, которые еще не настолько сильны, чтобы освободиться от дьявола. Они не дьяволы. Не смотрите на них сейчас. Они не шайтаны. Но они все еще борются, чтобы освободиться от влияния шайтана. Не говорите тем людям. Вы все еще следуете шайтану. Я ухожу от вас. Нет. Ожидается, что вы мило скажете им, слушайте, мы сделаем это вместе, потому что прямо сейчас вы спите, а я бодрствую. Но я уверен, что в какой-то момент окажется так, что я засну, а вы будете бодрствовать. Мое выживание зависит не только от того, что я сейчас уйду от вас. Я также должен быть уверен, что вы сейчас пробудитесь, потому что в итоге я устану и пойду спать, и во сне я окажусь в ловушке шайтана. Понимаете? Именно это происходит в этой знаменательной истории. Шайтан обманул их. И в итоге, когда они попробовали с дерева, Аллах сказал. И что произошло до этого? Как только они попробовали с этого дерева, их одежда исчезла. Они оказались полностью нагими. И они начали отчаянно покрывать свои срамные места листьями рая. Аллах никогда не учил их специально покрываться. Аллах заложил в природу человека желание покрывать себя. Аллах заложил в людях чувство стыда, позора, если они не покрыты. Аллах заложил это в нашу природу, быть покрытым, видеть в этом честь для себя. Дьявол хочет, чтобы мы забыли об этом. Дьявол хочет, чтобы ты считал себя более респектабельно выглядящим в глазах людей, если у тебя более красивое тело. Если у тебя красивое тело, покажи его людям. Покажи, почему нет. Выстави себя на всеобщее обозрение. Покажи людям, какой ты красивый. Покажи людям, как хорошо ты выглядишь. Покажи им еще больше и больше своей кожи. Это мышление сейчас правит в мире. Разве не так? Таким оно становится. Именно этого дьявол и хочет от нас. Потому что, вы знаете, у кого нет проблем с тем, чтобы показывать свою кожу? У животных. Вспомните, как началась эта беседа. Речь шла о том, что Адам всего лишь что? Всего лишь глина и грязь. Я создан из огня, а он из глины. Ну же, вперед, покажи свою глину на общее обозрение. Покажи всем свою глину. Это то, что я для тебя хочу. Потому что, чем больше ты выставляешь ее на показ, тем больше ты сокрушаешь свою душу, и тем больше исчезает свет внутри тебя. Так мы подходим к этому дереву. Итак, когда они подошли к дереву, они совершили ошибку. Оба. И что они сразу же начали делать? Покрывать себя листьями сада. Аллах не воззвал к ним, когда они делали шаг к дереву. Он мог бы остановить их в тот момент, но не сделал этого. Он мог бы остановить их, когда они притронулись к тому фрукту, но он не остановил их. И уже после того, как они попробовали плод с дерева, Аллах говорит, неужели я не говорил вам этого не делать? Разве я не говорил вам обоим? Что шайтан для вас обоих явный враг? Разве я вам этого не разъяснил? Разве шайтан не говорил, что будет подходить к вам с каждой стороны? Вы что, забыли? И они в полном шоке. Они пойманы с поличным. Они и так уже, можно сказать, смущены, потому что покрывают себя райскими листьями. И сейчас Аллах говорит, разве я не напоминал вам? По сути, это процесс, через который все люди будут проходить вплоть до судного дня. Множество раз мы будем вести себя недостойно. И потом мы будем слышать слова Аллаха. Но в отличие от Адама и Хаввы, с которыми говорил Аллах, мы сами должны открывать для себя слова Аллаха. Мы будем сами открывать слова Аллаха и слышать, как Аллах говорит, «Разве я не говорил вам, что это харам? Разве я тебе не говорил, что ты не должен был так поступать? Разве я не говорил остерегаться шайтана?» Итак, когда Аллах сказал им это, каким был их ответ? Оба они сказали, «Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе». Сколько людей знают эта дуа? Хорошо, скажите его вместе со мной. «О наш Господь, мы поступили несправедливо по отношению к себе. И если ты не покроешь наши ошибки и не смилостивишься, если не покажешь нам свою любовь и заботу, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». Какой урон? То есть мы потеряем доверие, которое ты нам оказал. Мы потеряли все. Сейчас, когда они сделали это дуа, удивительно то, что они все еще в раю. Они все еще в раю. Они совершили ошибку. Аллах вызвал их из-за их ошибки. Они попросили прощения. Они еще не были отправлены на землю. Знаете, что это значит? Что Аллах показывает нам принцип в своей книге. Когда люди искренне просят прощения у Аллаха, Аллах сразу же делает что? Прощает. До того, как Адам был отправлен на землю, он уже был прощен. До того, как наша праматерь Хавва была отправлена на землю, она уже была прощена. Они допустили ошибку. Они поели с того дерева. Аллах спросил с них за это. Они попросили прощения, и на этом все. Они были прощены. Это значит, что их отправка на землю была не чем? Да. Она не была их наказанием. Эта часть завершена. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова